Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На следующей неделе, которая предстоит у нас, это так называемая Страстная Седмица. Раньше в древности, кстати, эта не Седмица, считалась как бы отдельным постом, который не входит в, как сказать, в Святую Четыридесятницу. Страстная Седмица называется так, потому что она посвящена страстям Господним, то есть страданиям, которые Господь Иисус Христос перенес за род человеческий. Ну что хотелось бы отметить? Страстная Седмица, она предваряется сначала верным воскресением, то есть мы воспоминаем то событие, как Господь Иисус Христос, подобно царю славы, вошел в Иерусалим. Его шести было очень интересно, оно было такое мистическое, оно было необычное, потому что Господь Иисус Христос вошел в Иерусалим, сидя на осле, как в знак пророчества о том, что он является царем славы, который пришел для избавления Израиля и всего мира от рабства дьявола, от того самого рабства, в котором человечество оказалось через грехопадение Адама. Ну, как всегда это бывает, когда совершается какое-то мистическое такое действие, люди, конечно, вкладывают в него и свое какое-нибудь понимание, поэтому, естественно, те люди, которые жили в то время в Древней Палестине, в этих баудейских, израильских городах, они видели в Иисусе Христе некого политического лидера. Они думали, что вот пришел царь славы, который восстановит самостоятельность Израиля, выгонит, наконец-то, этих ненавистных римлян, которые стояли гарнизонами во всех городах, и начнется новая такая эпоха. И они поэтому встречались с таким воодушевлением Господа Иисуса Христа, дети постелали, резали финиковые ветви, с которыми встречали Господа Иисуса Христа, кричали «Оссанна, сыну Давидову!», жители постелали свои одежды перед копытами осла. Просто удивительно, что прошло еще буквально несколько дней, и все те самые люди, которые с восторгом встречали Господа Иисуса Христа, будут кричать понтийскому пилату «Распаниево!». И вот начинается Страстная Седмица. Понедельник, вторник, среда. Там даже богослужения очень необычные, потому что на богослужениях наутренне читаются отрывки из Евангелия, посвященные как раз страданию Господа Иисуса Христа. Среда – это как раз то время, когда Господь Иисус Христос поздно... Как раз это время, в которое у Иуда созревает план предательства. Кстати, многие потом по гослову задавали себе вопрос, почему-то Иуда, вроде бы, будучи ближайшим апостолом, решился на это, что предал своего учителя. Неужели он настолько испытывал материальные, так сказать, трудности, что позарился на каких-то 30 сребреников? Даже по тем временам это была не очень большая сумма. Но, как говорили некоторые богословы, это мнение очень интересное такое, что Иуда верил в то, что Господь Иисус Христос действительно есть Мессия. И он, чтобы подтолкнуть его, он как бы совершает это предательство, потому что думает, что Господь Иисус Христос никогда не пойдет на то, чтобы умереть. Естественно, он сотворит какое-то чудо, сотворит чудо, разметает пришедших к нему воинов, и вокруг него объединятся все те, кто хочет избавления для Израиля. И для него было удивительно, что Господь Иисус Христос вместо этого смиренно пошел на страдания и на крест. Когда мы воспоминаем с вами Великий Четверток, это же было время, когда Господь Иисус Христос в Гесеманском саду молился. Вы представляете, это ведь было удивительное борение, потому что в личности Господа Иисуса Христа было две природы – человеческая и божественная. Естественно, человеческая природа страшилась смерти, страшилась распятие, страшилась страдания, и Господь Иисус Христос проводил время в Гесеманском саду, борясь с этими помыслами. Тут является Иуда с воинами, они его арестовывают, ведут его на суд к первосвященникам Анне и Каиафе, которые потом выносят вердикт, потому что поскольку с их точки зрения он являлся тем человеком, который возлагал на себя несвойственные ему полномочия, то есть проразглашался Господом Иисусом Христом, он, естественно, был достоин смерти. И потом наступает Страстная Пятница, когда мы воспоминаем страдания Господа Иисуса Христа на кресте, и Суббота, Великая Суббота, когда мы воспоминаем тот момент, когда Господь Иисус Христос лежал во гробе. Если мы с вами внешне увидим даже христианское богослужение православное в эту седмицу, мы как раз увидим интересные вещи. Например, в четверг читается Страстная Евангелие, то есть 12 отрывков, которые говорят о страдании Господа Иисуса Христа. В пятницу, когда совершается вынос площади, читается как раз отрывок из Евангелия, где говорится о том, как Господь Иисус Христос был распят на горе Голгофе. Перед этим читаются царские часы. Почему они назывались царскими часами? Тут вопрос очень сложный, потому что на них присутствовал сам царь в Византийской империи, который приходил для богослужения. Кто-то говорит, что якобы даже императоры Византии сами читали эти часы. Это такой сложный довольно-таки литургический вопрос. Но возможно, что они царскими часами называются более потому, что в них говорится о царе славы, который царь славы является Господь Иисус Христос. Интересно богослужение Великой Субботы. Вы представляете, на литургии в середине богослужения черное облачение заменяется на белое. Я раньше думал, что они на белое заменяются потому, что они изображают собой Господа, лежащего в белых пеленах. Оказывается, в древности была практика именно в этот день совершать крещение массовое. И поэтому даже от этого осталось обычай, чтение многочисленных таких отрывков из Ветхого Завета, говорящих о пророчествах, о явлении Господа Иисуса Христа, о его страданиях. И пока читались эти отрывки, они читались почти на протяжении целого часа, священник успевал совершить таинство крещения, чтобы потом причастить этих людей на литургии. Ну и мы с вами постепенно, плавно переходим к празднику всех праздников, то есть к Пасхе. Что такое Пасха? Пасха – это вообще центр всего христианского богослужения. Если мы внимательно с вами посмотрим даже на церковный календарь, помните, что Пасха предваряется Великим Постом. Так вот, несколько недель перед постом специально не имеют особого номера, они предваряются перед началом Великого Поста. Каждое воскресенье Великого Поста имеет особое название. Потом наступает Пасха, и мы начинаем говорить первая неделя после Пасхи, вторая неделя после Пасхи. То есть как бы мы отчитываем эти дни до самой Пятидесятницы, после которой мы начинаем уже отчитывать все недели по Пятидесятнице. От этого, кстати, осталось интересное обычай, что каждое наше воскресенье является как бы Малой Пасхой. Почему воскресенье является Днём Господнем? Почему раньше канонами было предусмотрено, что любой христианин должен причащаться каждое воскресенье? Так вот, про Пасху хотел бы сказать, что это необычный такой праздник. Его богослужение абсолютно как бы не похоже на богослужение наших обычных дней. Утренне. Во-первых, канон весь поется. Это очень удивительная вещь. Не только поются ромасы, но и поется весь канон. Все богослужение, почти нет никаких моментов, которые бы читались. Даже часы называются особыми, пасхальными, и они поются, они читаются, как обычно. Богослужение совершается ночью. В общем, это удивительный праздник. И поэтому я не знаю, как можно прожить без Пасхи. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Сегодня мы празднуем великий двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Это свое событие, которое открыло новую эру в человеческой истории. Это событие, которое легло в основу очень больших перемен. Кстати, сегодня очень нередко мы слышим упоминание слова «кризис». Люди обычно используют это слово, не зная его прямого назначения и смысла. А «кризис» — это и есть перемена. Античное понимание слова «кризис» и означало перемену, причем не обязательно к худшему. Итак, мы живем во время кризиса, это несомненно. Значит, мы живем во время перемены. И вот возникает вопрос, что это за перемена? Очень многие исполнены страха за свою жизнь, за свое здоровье. И у этих страхов есть, конечно, основания. Всемирно распространяется страшная инфекция. Причем, действительно, она охватывает не какие-то регионы или страны, она охватывает всю Вселенную. Это глобальная напасть. Таких в истории не было. Самые страшные эпидемии поражали народы, большие, малые, даже континенты. Но всегда в мире были спасительные места, где была гарантия не заболеть и не погибнуть. Сегодня практически таких мест нет, потому что мы перед лицом глобальной инфекции. И один этот факт поставляет переживаемое наше время в особое историческое пространство. Мы должны все очень серьезно задуматься, что означает эта вселенская напасть. Что означает эта болезнь, от которой нигде нельзя укрыться? Бог посылает болезни в наказание или в исправление, а иногда одно связано с другим. Вот очень важно, чтобы эта болезнь, этот страх смертный, послужил всем нам в исправлении. Мы в конце концов должны осознать ту истину, которая очевидна для человека, живущего по законам веры, но которая совершенно не очевидна для людей неверующих. Настал их час задуматься. А что же это за истина? А истина в том, что Бог, Творец мира, от Него зависит человеческая судьба. Ну, казалось, грандиозное развитие науки, начавшейся в конце 19-го, захватившего весь 20-й век, начало 21-го века, это время утверждения автономии человека, в том числе и от Бога. Мы все можем. Мы великие и сильные. Мы в центре мира. Человек в центре бытия. Кстати, ничего нового. И в античной древности провозглашался человек в центре бытия, но тогда людей называли богами, но они были простыми людьми, со своими страстями, они любили, гневались, интриговали друг против друга, но именно таких людей античное религиозное сознание поставило в центр своей духовной жизни. Мы знаем, что и в христианскую эпоху наступил период, когда было возрождение античной культуры, так называемая эпоха возрождения. Самая большая опасность той эпохи была в том, что снова человека поставили в центр бытия. И затем уже последующие идеологии бережно сохраняли это центральное место человека во Вселенной. Человек это звучит гордо. Каждый, кто изучал творение русско-советского писателя Горького, помнит эти слова, которые, по крайней мере, школьники моего поколения выучивали. Человек это звучит гордо, потому что нет никакой другой силы, которая была бы в центре человеческого бытия. И вот эта антропоцентрическая цивилизация, которая поставила человека в центр, вытеснив Бога из этой жизни, сместив его из центра на периферию бытия, совершила страшную ошибку. А почему? А потому что человек это приходящее явление. У человека меняются вкусы, нравы, обычаи, убеждения, даже система нравственных ценностей меняется. И вот эта переменчивая составляющая не может обеспечивать духовного преемства поколений, не может обеспечивать целостность человеческой жизни. Потому что только Бог неизменяем, только в Боге абсолютная истина, в Нем абсолютная правда. И если Он в центре человеческого бытия, то задача человека заключается не в том, чтобы бороться с Богом и вытолкнуть его из центра, но чтобы принять его в свое сердце и в свой разум и через это стать центром человеческого общежития, в котором должен быть новый человек, живущий по Божьему закону, устрояющий жизнь по этому закону. Когда сегодня еще раз хочу сказать нам говорят о кризисе, мы должны помнить, что кризис это перемена. И вот от нас будет зависеть это перемена к лучшему или к худшему. Если мы будем впадать в панику, терять человеческий образ, если даже эти сложные обстоятельства жизни не приведут нас к Богу, если мы в очередной раз потеряем шанс стать народом Божьим, тогда мы подпадаем под власть этих человеческих кризисов, под власть переменчивого человека, который сегодня формулирует одни ценности и идеи, завтра другие, и очень часто начинает подавлять ближних своих, чтобы только те ценности и идеи, которые он провозглашает, стали ценностями и идеями других людей. Сколько же еще должно быть испытаний, сколько всего еще должно прожить человечество? Чтобы уяснить простую истину, отказ от Бога немедленно поставляет в центр бытия человека с его несовершенством, с его переменчивостью, с его грехами, с его выборами политическими, духовными, культурными, и невозможно объединить род человеческий вокруг этого сверхчеловека. Потому что всегда найдутся другие, которые скажут «Я хочу быть на этом месте». И ведь история учит нас, что так оно и было. История знает кровавые перевороты, когда некие лидеры, часто очень вдохновенные и харизматичные пытались занять центральное место в жизни людей, а потом находились другие, которые их свергали и так до бесконечности. Мы живем в эпоху перемен. Это и есть кризис. Но от нас будет зависеть это перемены к лучшему или к худшему. Для того, чтобы перемена стала к лучшему, мы должны вспомнить о том, что человек Богом создан и в центре жизни человека должен быть Бог с его законом праведным, непогрешимым, законом, исполнение которого приводит человека к подлинному счастью не только в его личной, сокрытой, а других жизни, но в построении общественных отношений, отношений между человеком и природой, отношением человека и космоса. Если в центре Бог, то ничто не дает право человеку разрушать окружающий его мир, следствием которого являются катаклизмы, эпидемии, личное и общественное несчастье. да поможет всем нам Господь воспринять этот кризис. Еще раз скажу, лучшее время перемен, которые должны стать переменой к лучшему для каждого из нас, для народа нашего, для всего рода человеческого. Ну, а если не воспользуемся этой возможностью, еще и еще раз наступим на грабли, как говорит наша пословица. Дай Бог всем нам сегодня проникнуться мудростью, попытаться открыть сердце и ум навстречу Богу, даже тогда, когда мы не воспитаны в религиозных истинах, когда нам казалось, что вера это что-то очень далекое и чуждое, что это то, что принадлежит прошлому, дай Бог осознать, что вера принадлежит вечности и прошлому, и настоящему, и будущему, и она соединяет нас с Богом, который и есть Господин истории. А потому сегодня мы все молимся и просим Господа, чтобы Он простил грехи наши, чтобы поддержал Он нас, народ наш и весь род человеческий, в это тяжелое время дал возможность увидеть и понять пути его промысла, дал бы возможность и умом, и сердцем почувствовать его присутствие и в жизни нашей, и в жизни рода человеческого, и во всей человеческой истории. И тогда то, что мы называем кризисом нынешним, временем перемен, будет кризисом во благо, перемену к лучшему. Об этом мы должны все сегодня молиться. И концентрируя свою волю и свои силы, в том числе и стараясь сделать все для того, чтобы не содействовать распространению инфекции, управлять своими поступками так, чтобы не носить вред себе и окружающим, все мы могли бы выйти из этого испытания совсем другими, с сильной верой и с ясным пониманием того, что Бог и есть Господь истории. пусть именно к этому радостному, светлому и вдохновляющему будущему предрасположатся сердца и умы народа нашего и всех людей, чтобы, приняв Бога в сердце, мы могли действительно устроять тот мир, в котором грех стал небольшим небольшим островком в океане любви. Аминь. Дорогие братья и сестры, нам часто задают вопросы, вот я хотел бы сегодня ответить на несколько вопросов. Вот такой удивительный вопрос. Я не люблю готовить, поэтому не пеку на Пасху куличи, не делаю традиционные пасхальные угощения и крашу яйца. Грех ли это? Ну, конечно же, нет. Это своего рода богочестивый обычай. Например, крашеные яйца, что такое вообще яйцо? Это символ как бы воскресения. Ну, потому что, представляете, из обычного яйца, который покрыт скруппой, при благоприятных обстоятельствах может зародиться новая жизнь. И поэтому существовало такое обычай, если изготовлять, например, красть яйца на Пасху, делать так называемые куличи. Что такое куличи? Это символ такого пасхального хлеба, который называется артес. Ну, у нас, например, в России принято куличи изготовлять как некий такой пудинг или кекс, когда его украшают различными сладкими какими-то украшениями. И вот он как раз является символом того самого хлеба, то есть артеса. Ну, и, естественно, у нас существует еще обычай делать сыр пасхальный, который называется Пасхой. Но на самом деле это же никак не регламентируется. Самый главный вообще смысл христианства, это же во всех вещах, которые вертятся вокруг богослужения, вокруг вот этой как раз богослужебной практики. А обычай встречать праздник, например, застольем, это, скорее всего, добрые обычаи, но он никак не регламентируется. Поэтому, если вы ничего не сделали, но были на пасхальной службе, причастили святых животворящих страшно христовых тайн, это гораздо важнее, чем все эти яства, которые мы изготавляем на Пасху. Добрый день, возлюбленный Господи, братья и сестры. К нам поступил вопрос, который я сейчас вам зачитаю и попытаюсь ответить. «Подарили иконописную икону очень хорошего качества, но писали ее не в иконной мастерской, я даже не знаю, верующий ли человек художник, что делать, можно ли ее осветить в храме и молиться перед ней». Знаете, чтобы кратко и четко ответить на этот вопрос, я бы сказал бы так, что в любом случае, если даже икона очень хорошего качества, действительно, мы не знаем, кто эту икону писал. Вообще, в древности иконы вообще писались по благословению духовников, старцев и художники, то есть иконописцы, это были люди очень верующие, духовные, и они всегда это делали со страхом Божиим, потому что не нужно путать художника от иконописца. И поэтому, если даже икона очень хорошего качества, есть определенные нормы, определенные каноны церкви, которые регламентируют правильное написание этой иконы. Поэтому, если икона даже, возможно, и выдержана в канонических нормах, но тем не менее, лучше икону приобретать в церкви или в специализированных иконописных мастерских, где есть на это определенное, есть благословение Божие на написание святых икон. Что касается, можно или нельзя освящать эти иконы в храме и молиться перед ними, вы знаете, как я уже говорил, если это соответствует каноническим нормам написания этой иконы, то, возможно, можно его осветить, но это, опять же, в индивидуальном порядке, священник, тот, который будет освящать эту икону, он должен сам внимательно посмотреть, как я уже сказал, соответствует ли эта икона каноническим нормам и можно ли его осветить. Но в любом случае, сейчас есть такая новая современная какая-то тенденция, люди приносят иконы собственного исполнения, которые вышивают на бисере. Но мы эти иконы освящаем, потому что они соответствуют тем, наверное, определенным стандартам, где уже изображен лик того или иного святого, то есть фактически эти иконы не пишутся, они вышиваются бисером, и мы иконы эти освящаем. иконы иконы Продолжение следует...